В основном это подростки. И вообще подростковый возраст очень по-разному оценивает его продолжительность. Но примерно где-то лет с 11 до лет даже до 25. Молодые люди занимаются вот этой порчей общественного имущества. И на это есть определенные причины. Причины в семейном неблагополучии. И молодые люди таким образом сбрасывают агрессию. Они сами себе помогают. Потому что даже проведены исследования были. Если беременность была нежеланная, то есть если мать не хотела ребенка, мы по разным причинам не запланированы в конфликте с будущим отцом. Если это вообще изнасилование, то если сюда еще родился нежеланный ребенок, еще в утробе матери он отвергаем был ею, на психологическом уровне это все передается. И плюс, если сюда еще наложились такие факторы, как после рождения мать продолжает отвергать этого ребенка, находясь в деструктивных, конфликтных, нездоровых отношениях со своим партнером, с семьей окружающей, то тогда что происходит? Развиваются такие черты, как вот эта девиантность, деликвентность, вот это противоправное поведение. И подростки, молодые люди идут и просто вот эту вот свою очень такую большую агрессию, очень много агрессии, очень много злости они вымещают на разных предметах. Они подсознательно делают так, чтобы, ну как они понимают, что если они будут вымещать на людях, то, ну понятно, они будут наказаны, да. И тайно они это делают, как они вымещают на каких-то предметах культуры, там искусства, в парках, да, там здания портят, разрисовывают и пишут, и там всякие непотребства, так скажем, да, рисунки самые разные, подписи свои ставят, да, то есть это стремление такое, как-то показать, что я вообще как-то в социуме существую, я кому-то где-то как-то нужен, если я не нужен там своим родителям, если они меня не видят, не воспринимают, отвергают, да, то хотя бы вот так о себе заявить, хоть как-то привлечь внимание. Там очень много факторов, очень много там слоев проявляется, и на самом деле, ну это отклонение от нормы, это нездоровое поведение, и это нужно лечить, и лечить нужно психологическими методами. Как правило, дети из неблагополучных семей всем этим занимаются, а там родители сами, либо они с зависимостями алкогольными, наркотическими, игровыми и прочими, да, либо они тоже вот на грани нормы и патологии, больше в патологию. То есть таким родителям самим требуется помощь, серьезная помощь. У них, как правило, на это нет ни средств, ни желания, ни осознанности, поэтому родители такому ребенку помочь никак ничем не могут. И тут, конечно, ну приходится браться за это другим службам, да, которые занимаются как раз социально-неблагополучными семьями, этими детьми, ну и они, в общем-то, эту работу выполняют, но вот, к сожалению, в силу того, что финансированию недостаточно внимания уделяется, да, поэтому не мотивированы работники этих служб выполнять свою работу, так скажем, с полной отдачей. Есть, конечно, люди, скажем, идейные, увлеченные, которые, ну, не столько за деньги, сколько за это общее дело радеют, да, вот таких не очень много, да, и поэтому вот грустная такая ситуация, что вообще вот эта вся сфера, она у нас, ну, так скажем, табуирована, мало обсуждается, в основном показываются такие красивые стороны нашей жизни, да, общественные, а это замалчивается, и вот мы имеем то, что мы имеем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok